Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР! Приветствую вас, друзья! С вами Волчок и рубрика «Фрагменты детства». Для тех, кто смотрит эту рубрику в первый раз, я расскажу. В этом разделе своего канала я рассказываю и показываю про вещи и мои воспоминания, связанные с ними. И не только из моего детства, а и детства большинства людей, рождённых в 80-х, в начале 90-х годов. Ну и современного поколения, думаю, будет интересно и любопытно взглянуть, что было, чем жили, во что играли, что смотрели, какую музыку слушали. А сегодня речь пойдёт об одной всем известной вещи, и не побоюсь культовой, вызывающей море воспоминаний и ностальгии, а именно Брэк Гейм. Или, как нам больше привычнее, Тетрис. Тетрис, что вам приходит на ум, когда вы слышите это слово? Конечно, компьютерная игрушка, придуманная российским программистом Алексеем Леонидовичем Пажетовым, которая перекочевала на многие-многие устройства. И тут перед глазами у людей на постсоветском пространстве представляется второй образ, а именно игрушка Брэк Гейм, которую мы называли просто Тетрис. Моё знакомство с этой игрушкой произошло в школе. Как странно это не звучит, а всё просто. Один из одноклассников принёс Тетрис в школу, на одно из перемен решил поиграть, а заодно, наверное, похвастаться. Но, как вы понимаете, вокруг него собралась небольшая толпа желающих посмотреть, что это такое. И вот когда я впервые увидел эту игру. Это был непривычный сегодня нам Брэк Гейм. А Аполло, она ещё издавала вслух своё название, и сбоку тоже на экране махал руками мальчик. Я в то время жил в посёлке Кобыльск, Вологодской области. И сами понимаете, какой фурор вызвала эта игрушка. Геймбой мы вживую никогда не видели. Только отцу поняла, по телевизору в программе Дэнди новая реальность. Помню, в той игрушке было всего несколько игр. 7 или 8 отличались от современных отсутствием кнопки вверх. К моему удивлению, до сих пор. В то время мои родители не покупали мне эту игрушку, хотя стоила она не дёшево, но не запредельно. Я дома играл в электронику, в морской бой, о которой упоминал в прошлом эпизоде рубрики «Фрагменты детства». Если не смотрели, посмотрите. Но отсутствие Тетриса у меня не стало сильной помехой. Потому что придя в гости к любому из моих знакомых на столе или на диване, можно было увидеть Тетрис и немного поиграться. А у некоторых друзей можно было попросить на несколько дней спокойно позадротить. Да, именно позадротить, потому что просто играть не скажешь. Мы набивали бешеное количество очков в Тетрис или подобие Арканоида. Мой школьный друг со своим братом не остановились просто на игре. Они уж не знаю почему, разобрали его и собрали, а потом превратилось у нас в своего рода развлечение. Разобрать и собрать, а потом поиграть в него. Странно, конечно, понимаю, но это было весело. Шло время, у меня появился свой. Это был один из первых Тетрисов, где было 9999 в одном. Хорошо собранный, с толстого пластика, при неимении большого количества картриджей для телевизионной стационарной приставки Dendy. И банально частого запрета не играть от родителей под телевизором или плохой погодой. Болезни. Эта игрушка спасала. Валяешь себе в кровати, в школу не ходишь. Это я про моменты, когда простужался или грипповал. Конечно, летом не до всего электронного. Была речка, лес, велосипед, рыбалка. Игры на свежем воздухе, не нужно было ловить покемонов. Просто имелась масса игр, а если надоедали, так всегда можно было придумать новые. Например, посмотрев сериал или фильм «Горец», сделав пару мечей из дерева, махаться с другом, пока кто-то не отобьет пару пальцев другому. Звучит дико сейчас для многих, но для нас это было круто. Ну да ладно, друзья, хватит воспоминаний. Поговорим, что же сейчас с нашей игрушкой происходит. Какие изменения она претерпела за последние 20 лет. Блин, а ведь много лет уже прошло. Сейчас вы видите у меня в руках Тетрис, который я купил ради интереса в 2011 году в городе Светогорске. В магазине с мелочами. Он очень похож на тот первый, который у меня был. В нём есть всё, что нужно. Гоночки, Тетрис. Каждой игры много вариантов. Отличаются они усложнениями и фишками каждой. А вот вариант, который можно найти сегодня в магазинах. Данный экземпляр я купил пару недель назад, когда находился на отдыхе в городе Бердянске. Вот так выглядит упаковка. Она на украинском языке, а сама игрушка, конечно, собрана в Китае. А упаковка производят в Украине. Сам Тетрис собран немного топорно. Что ли, пластик тонкий, надписи нечёткие, кривые местами. Трещит в руках, но дисплей и кнопки хороши. Набор игрушек неплохой. Вы, конечно, спросите, зачем я её купил в 2016 году. Да всё просто. Потому что лежите вы себе на пляже, хочется поиграть. А смартфон или PSP на солнце сильно влекует. А Тетрис нет. Да и карапуза, походу, приобщил к такой простой игрушке. Так что всем на отдыхе рекомендую. Будь то море или дача. Ну а теперь я вам расскажу, каких изменений в корпусе и размерах претерпел наш знакомый Тетрис. Покажу, так сказать, маленькую коллекцию, купленных мной в разные годы и собравшихся у меня за последние 10-12 лет. Первый Тетрис в моей коллекции – это вот такая мини-копия обычного, с маленьким экраном и слегка изменённым расположением кнопок. Выполнена в таком салатнево-кислотном цвете. Здесь, кстати, тоже вместо смайла нарисована супер-мышь, как с недавно купленным. Второй экземпляр выполнен в виде всем знакомого смурфика, также с маленьким дисплеем. На удивление, у него мега-крепкий глянцевый двухцветный корпус. Наверное, с расчётом, чтобы малыши не сломали. Идём дальше. Третий вариант. Это я бы назвал нано-Тетрис. Вы просто посмотрите, какой он крошечный. Всё в нём – дисплей кнопочки. Экранчик размером сопоставим с дисплеем наручных часов. Кнопки выполнены из резины. И в этой модели используются маленькие батарейки, таблетки. Как в лазерной указке, например. Корпус тоже прочный, из глянцевого пластика. Выполнен в виде автомобильного руля. Третий Тетрис. Вот именно он мне начинает напоминать первый геймбой. Дисплей у него среднего размера. Чуть меньше классического варианта. Очень контрастный. Опционные кнопки снизу вместо четырёх кнопок направления сделана крестовина. Звуковой динамик расположен спереди. Корпус очень крепкий, местами матовый. Сделан в ярких цветах, оранжевый и салатный. Название внизу. Magic Diamond. Везде египетские картинки и символы. Пятый обитатель моей коллекции. Один из моих любимых. Это, встречайте, Трони 2010. Этот Тетрис выполнен в виде телефона раскладушки. В тёмно-бордовом цвете. Или как называют в некоторых кругах этот цвет. Гнилая вишня. Экран размером, как и у предыдущего Тетриса. Динамики тоже расположены спереди. Кнопки направления разделены. Опционные внизу. Их три. Нет кнопки сброса. Большая кнопка Тетриса. Продолговатая. А не круглая. А теперь самая главная фишка этого Тетриса. Отодвигаем эту штукомину. И включаем эту кнопку. Выключаем свет. И вот. Подсветка. Теперь можно играть и ночью. В детстве пригодилась бы. Эта опция меня по сей день веселит. Хотя может и пригодится, например, в поезде ночью. Шестой экспонат. Очень уникальная вещица. Это Тетрис в виде компьютера. Не смог устоять, увидев его на вокзале в Харькове. И купил. Его особенность в том, что на нем можно играть вдвоем. Как? А вот так. Он разделяется на два мини геймпада, на которых расположены очень асимметричные кнопки по отношению друг к другу. Дисплей у этого нестандартного, самый большой из показанных в этом видео. Два звуковых динамика. Хороший крепкий корпус. Сзади есть ручка для переноса или крепежа. Опционные кнопки тоже сделаны оригинально. Вверху название Мирада. Вокруг дисплея рисунки солдат, самолета и танка. А теперь продемонстрирую игру вдвоем. На примере игры Тетрис эта игрушка и стала первой, так сказать, основателем коллекции. Переходим к следующему экземпляру. Хотите играть на PSP, но нет денег, чтобы купить её? Не беда, китайская промышленность поможет вам. Игра под названием Pop Station или Тетрис в опёртке PSP. На самом деле, меня, когда я увидел её впервые, очень порадовало и развеселило. Дело в том, что мне её подарила моя любимая супруга на мой день рождения. Она увидела этот Тетрис в одном из канцелярских магазинов возле нашего дома. И, зная, как я люблю играть на PSP, решила подарить мне в коллекцию эту забавную игрушку. Поговорим о ней. Сделана она, как вы уже увидели, в виде уменьшенной почти копии PSP. Я для сравнения даже положу рядом оригинальную консоль от Sony. Дисплей маленький, вокруг на синем фоне изображение оригинальных пентаграмм. Есть крестовина. И в другой стороне попытались сделать четыре кнопки. Меня это немного удивило поначалу. А нет, оказалась одна старая добрая кнопка разделена на четыре. Корпус крепкий, глянцевый, напоминает размером консоли от фирмы Defender. Вот и всё, друзья. Вы посмотрели мою мини-коллекцию Тетрисов. А началось ведь всё. Вот с такой или подобной ей. Благодаря фантазии имеет столько вариаций и видов. Я надеюсь, что вам понравился мой рассказ, воспоминания и коллекция, образовавшаяся за годы. Подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Впереди ещё много интересных эпизодов. Оставайтесь в душе ребёнком, вспоминайте прекрасные моменты жизни и создавайте новые. А с вами был Волчок. Всем желаю творческих успехов и всестороннего развития. Пока, друзья!